Такер Карлсон, журналист. За неделю, что удивляет, российские издания более двух тысяч раз говорили о Карлсоне. И рассказывают, какие места он посещал, с кем увиделся, что поел, что будет делать в ближайшие дни. Невероятное внимание к нему в России. И даже федеральные каналы пытались позвать его на шоу. Что это за персона такая? Давайте расскажем зрителям, которые не знакомы с ним. И почему столько шумихи вокруг его приезда? Ну, потому что это показывает отчаяние положение Москвы. Это последний шаг. Ведь вся их тактика сейчас дождаться президентства Трампа. И тогда вот наш Трампушка откажется окончательно от помощи Украине. И нам удастся заставить Украину капитулировать. Это вот та вся ставка политическая, военная, сделанная сейчас в Москве, дотянуть до прихода Трампа. А этот человек, это самый близкий Трампу. Он уже давно не журналист. Между прочим, Трамп серьезно рассматривает возможность предложить ему пост вице-президента. Есть такой шот-лист кандидатов на эту должность. И там красная, это самая яркая фигура. Это типичный такой демагог. Но вы знаете, я бы сказал, что он даже меня поражал тем, что вот в своей ненависти к Украине и любви к Путину, он превосходил самого Трампа. Это его личные убеждения. Тут я бы... Он это делает не из преданности Трампу, как человек Трампа. Я бы даже сказал, что, наверное, Москва надеется... Вот вы говорите о том внимании, которое оказывает Карлсон в Москве. Но это старая кремлевская традиция, окучивать представителей. Ну, я бы не назвал этого человека интеллигентом, конечно. Но вот вспомните встречу Ленина с Элсом, Сталина с Ретвангером. Они знали, как работать с интеллигенцией. И вот я уверен, что из Москвы Карлсон вернется еще более влюбленным бешено совершенно и в Путина, и в путинскую Россию. Не потому, что ему там заплатили деньгами. Нет. Крен-Крен работает тоньше. Вот это внимание, как общение с властью, обаяние власти. Вот это очень действует на... Я назвал людей там неизмеримо выше, более высокого уровня, чем Карлсон. Да сколько деятели культуры, писателей пользовались богосклонностью Кремля. Крен очень искусно маневрировал. Это еще одна такая попытка. Действительно, да. Насколько я знаю, пытались задобрить его. Не знаю, и на балет в Большой театр, на балет «Спартак» его возили, и на ВДНХ, и кормили. Ну, в лучших традициях, действительно. Чем может быть выгодно это интервью Путину? И стоит ли ждать откровенного интервью с каких-то новых заявлений, или это будет классическое пропагандистское выступление? Он очень скучный и длинный будет объяснять то, что мы слышим уже несколько лет. Ну, во-первых, что нет никакого украинского народа. Это выдумали абстравенгерские штабы и Ленин с Троцким. Что нет никакого украинского государства. Что все это, половину Украины подарил Ленин, другую подарил Тарас Сталин. Ну, о том, что Россия была вынуждена защитить страдающий донбасский, донецкий и луганский народ, которых действительно не существует. Вот примерно. А что нужно выдумать? Вот этот Карсен своими выпущенными глазами будет на него преданно смотреть. То есть интервью никакого, уверяю вас, у Карсена есть свои фанатики. Ну, что очень плохо характеризует, между прочим, состояние американской нации. Да вообще, если... Ну, Трамп, он никогда на выборах не получил, помните, большинство голосов на 3 миллиона меньше, чем Клинтонша. Ну, особенно с американской системой сделали его призем. Он никогда не получит большинства, но примерно 40% за него голосует. И это пока в стране, понимаете, слушайте, это демагог типа Жириновского. Даже в той России уровень политической культуры, который предельно низок, ну, за Жириновского максимум голосовало 12%. Поэтому никакого впечатления... Карсон, это же вот как раз герой вот такой же толпы, необразованного быдла, которое, к сожалению, оказывается вот около 40% американской публики. Но оно... Это выстрел в холостую. Но кремлевские в него вкладываются по полной программе. Но считают, что это некий сигнал Трампу, что мы за себя. Да и наверняка там идут и какие-то обмен посланиями, договоренностями и так далее. Ну, как почти вице-президент Соединенных Штатов, послана в Москву. У Путина... Да им и договориться не надо. Они просто перемигиваются через океан. Они знают, что они будут делать в первую неделю президентства Трампа. Которого, как я не надеюсь, я уверен, никакой Трамп президентом не будет. Тем или иным способом все-таки американское государство этого не приступит. Не допустит, потому что их план разрушит американское государство. В первую же неделю он прекратит помощь Украине, и он заявит, что он выходит из НАТО. Он никогда не скрывал свою ненависть к Европе, ненависть к НАТО. Поэтому опасность для мира колоссальная сейчас в фигуре Трампа, возможности его захвата власти. И вот видите, как он пошел в открытую. Вот отброшены все разговоры, что да, мы тут, конечно, за Украину, мы только хотим границ. Немедленно навести правду. Сейчас он говорит противоположен. Ни в коем случае он диктует своим хлоям республиканской партии. Не голосуйте за порядок на границе. Пусть будет больше беспорядка. Это поможет нам на выборах. Очень серьезнейший момент. Но я думаю, что и остатки сохранившегося, среди нашадочного глубинного государства, ну и, как вы правильно заметили, проснувшаяся Европа, которая почувствовала уже угрозу у своих ворот, они сорвут этот Трампийский проект. Ну и в Белом доме, кстати, отреагировали уже на это интервью. Советник президента по нацбезопасности Салливан дал комментарий. Он сводится к тому, что, мол, хватает в мире критиков, но Штаты свой курс поддержки Украины продолжат. Правда ведь на их стороне. Но это интервью, все-таки американские некоторые эксперты говорят, что может повлиять на отношения американцев к Украине. У Такера, вы заметили, что все же есть большая аудитория, там несколько миллионов, и это люди, которые вполне ведутся вот на такую пропаганду. Ну, вы знаете, для них все-таки, вот для этих людей Украина, Эквадор, там, остров с какой-нибудь науру, это примерно одинаковая категория. Ну да, они послушают его с удовольствием, но они ведутся на... идут за Трампом по другим вопросам. Вы знаете, вот в чем социальный и был громадный успех в той же республиканской партии? Почему ему удалось почти ее захватить? В 2016 году он привел к республиканцам совершенно нового избирателя. Вот сейчас весь мир переживает громадную такую социально-технологическую революцию. Ну вот для сравнения, в начале века в Америке 20-го, в Америке 90% населения было занято в сельском хозяйстве. Сейчас 1%. Но вот на наши глаза в последние десятилетия нарастающий тот же процесс идет с так называемым рабочим классом. Закрываются заводы. Вот такой классический рабочий, который стоит с гаечным ключом у конвейера и прокручивает какую-нибудь деталь 20 лет, получая приличную зарплату, защищенный громадными профсоюзами, вот этот классический пролетариат, он исчезает. И вот Трамп обращался к нему, что вот объясняя, популистский объясняет этот процесс. Дело в том, он говорит, что вот враги Америки, демократы, они перевели все ваши заводы в Китай, и вы поэтому теряете свои рабочие места. А я вот верну их обратно. Ну ничего не верну, потому что это невозможно, во-первых. А во-вторых, проблема-то глубже. Дело не в том, что эти заводы приводятся в Китай, потому что эти заводы, в принципе, никому не нужны. Прошла громадная технологическая революция. Но вот этот привыкший к достаточно такому комфортному положению в американском обществе бывший пролетариат, а сейчас неизбежно что, вот эти свои, они стали такой опорой. Опорой Трампа. Вот интересны были такие социологические опросы на последних его праймерис в Ньюхамши с Хейли. Среди его сторонников Трампа 80% были люди без неокончившей колледж. То есть, ну, без даже школьного образования. А 80% избирателей Хейли были, наоборот, с образованием уровня колледжа или выше. Я бы не привеличивал их озабоченность проблемами Украины. Я думаю, еще раз скажу, что здесь и вопрос будет об Украине решаться не этими людьми, он будет решаться в ближайшие недели в Конгрессе внутри американского политикума. Здесь кремлевские преувеличивают возможности Карсена, но в чем они правы? Они вот таким приемом Карсена, они клянутся фактически в своей верности Трампу. И вот его они стимулируют на эту антиукраинскую, антиевропейскую, антизападную, не то что риторику, а деятельность и плана. Ну и понятное дело, что электорату Трампа, по сути, все равно так же и будет ли их страна в НАТО и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok